В эфире библейский портал Экзегет. Нам задают вопрос. Современные волонтёры — это герои нашего времени? Я думаю, что современные волонтёры — это те люди, которые исполняют заповедь Божию о милосердии к ближнему. Мы все с вами знаем притчу Христова о страшном суде. Через эту притчу нам не открыто, как и будет ли вообще Господь спрашивать о грехах человека. Нам открыто о том, что Господь будет спрашивать, при возможности творить добрые дела ближнему, творили мы их или нет. И поэтому волонтёры, мне кажется, это люди, которые лучше всех остальных прочитали эту притчу. Они накормили голодного, они напоили жаждущего, они посетили больного, они были в тюрьме у того, кто нуждался. И они будут взяты Господом в его царство. Это люди, которые идут к другому и исполняют эту заповедь. Мне кажется, в этом есть очень важный рубеж. Потому что многие очень христиане, когда их просят, помогают. Вот пришли к тебе, попросили, поймал тебя на улице нищий, и ты помог. А вот чтобы пойти, найти того, кому нужна помощь и помочь, вот это очень многие из нас боятся и не хотят. А ведь, допустим, притча о богаче и Лазаре, она именно об этом. Богач, как известно из этой притчи, описанную у евангелиста Луки, он был осужден совсем не за то, что он пиршествовал блистательно, а за то, что ему лень было подняться своего парчевого ложа и посмотреть вокруг, кому он может помочь. Ему это было неинтересно и неважно. Помочь для него не составляло никакого труда. Он мог помочь сотне таких Лазарей, вообще не чувствуя никакого финансового ущерба, просто один день в месяц не пиршествовать блистательно. Но ему это было неинтересно и неважно, и поэтому он был осужден. А волонтер – это человек, который, может быть, и немного имеет, но он выходит и ищет того, кому помочь. Вот он приходит и исполняет эту заповедь. То, что апостол Петр называет усердную любовь друг к другу, более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Имеется в виду чьих грехов? Того человека, который творит дела любви. Будьте странолюбивы друг к другу без ропота, служите друг другу каждый тем даром, который получил. Это может быть разный дар, это может быть время. Волонтер – это человек, который не зарабатывает денег тем, что помогает. Он зарабатывает где-то в другом месте. Допустим, у него есть два выходных, и вот один из них он посвящает помощи. Вот этот есть у него дар, и он идет и помогает. Например, у нас на приходе развита очень такая помощь многодетным семьям. Когда женщина, вышедшая на пенсию, раз в неделю или два раза в неделю едет в такую семью и просто готовит 5 литров борща, чистит картошку или убирает кухню. Вот это и есть то самое волонтерство. А еще мне вспоминаются слова апостола Павла из послания к римлянам. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. Вот это братолюбие с нежностью – это и есть волонтерство. Когда человек пришел и просто помогает. Вот тебе еда, вот тебе питье, давай я тебя постираю, давай я уберу, давай я переверну тебя больного и обработаю пролежни. Это и есть та самая вера, настоящая вера христианская. Какая она? По слову апостола Павла, она такая. Вера, действующая любовью. Когда любовь осуществляет дела любви. С нежностью, состраданием и радостью, что эта возможность дана. Поэтому, конечно, волонтерство – это спасительный труд. Вот герой нашего времени – это такое известное словосочетание. Насколько можно здесь говорить, поскольку сразу упоминается Печорин. Но то, что это люди, которые трудятся и совершают подвиг в исполнении заповедей Христовых – это совершенно очевидно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...